Всем привет! Отличные новости! IceMining запустили майнинг монеты Чапа на пуле. Это значит, что теперь мы можем не раскрывать свою сит-фразу, не тратить тонкоины и можем майнить через нормальные майнеры типа лолл-майнера. И у нас не будет так сильно скакать энергопотребление. В этом видео я расскажу, как можно будет майнить данную монету и какие условия майнинга нам предлагает пул на данный момент. За свое время предоставлю информацию. Спасибо пользователю под ником тренер. Перед началом видео зао всех подписаться на телеграм-канал. Здесь проходит розыгрыш аппаратного кошелька Tangem 2.0. Для участия нужно всего лишь подписаться на YouTube и Telegram-каналы, а также в Google-форме указать свой ник в Телеграме, для того, чтобы вас можно было идентифицировать во время розыгрыша и написать вам для отправки приза. Обязательно участвуйте. Если не успеете, не расстраивайтесь. Будут еще розыгрыши. Новейшее оборудование, которое вы можете увидеть на канале, приобретается в компании Майнинг-центр. Вы можете перейти к ним в группу, ссылку на которую я оставлю в описании к видео. Это крупнейший поставщик в СНГ. Здесь в закрепленном комментарии есть ссылка на прайс-лист. Много позиций как из наличия в России, так и под заказ из Китая. Есть позиции как для домашнего майнинга, для квартиры, так и для промышленного майнинга, если у вас есть отдельное помещение или хотя бы шумбокс. Здесь очень много позиций, всегда есть из чего выбрать. Также у них есть крупнейший Телеграм-чат, в котором вы сможете пообщаться по поводу оборудования с другими покупателями. Еще у них есть свой сайт, а также есть свой YouTube-канал, в котором вы сможете посмотреть видео об оборудовании. При заказе оборудования вы можете запросить скидку, указав, что узнали о компании Майнинг-центр через канал USM Fox. Все ссылки оставлю в описании, обязательно присоединяйтесь, очень много интересных позиций. Что необходимо знать при майнинге Чапы на айс-майнинге? Айс-майнинг майнит тысячные киверы, и вы будете с другими майнерами делить награду. Вам не нужно будет вносить никаких тонкоинов, но из-за этого будет комиссия пула, соответственно, потому что комиссию тонкоинах будет вносить пул. Еще говорят, что это бета-майнинг, поэтому все риски уберете на себя, и тут могут быть различные перебои. Имейте в виду то, что статистика может отобразиться в течение одного часа. Не ждите ее сразу, поэтому, когда запустите майнинг, на пуле статистика может задерживаться. Здесь об этом написано. Важный момент, когда мы будем настраивать майнинг Чапы, необходимо использовать адрес вот в таком формате, то есть Чапы две и точие, и потом адрес нашего тонкошелька, потому что если вы будете вводить просто в таком формате, то данный майнинг будет восприниматься как майнинг монеты тон, и у вас ничего не получится. Поэтому обязательно майните на кошелек в вот таком формате. Чапы две и точие. Далее видео покажу. Вот еще нам дают адрес пула. Комиссия при майнинге составляет 40%. Она такая же высокая, как и на монете грамм. Но говорят, что спустя неделю или спустя несколько дней, когда все стабилизируется, они рассмотрят вариант снижения комиссии. Для того, чтобы посмотреть статистику, нужно будет прийти по данному адресу и через равно здесь написать ваш адрес чапы две и точие и адрес тонкошелька. Разгон под монету чапы берется такой же, как и под монету грамм. Поскольку мы будем майнить с монетой зилика, то также на сайте Hashrate.no мы сможем взять разгон и для монеты зилика. Вот в коинцах переходим, нажимаем грамм, переходим в бенчмаркс, находим вашу видеокарту, в моем случае это RTX 3080. Нажимаю по ней. И вот нам дают рекомендуемые настройки разгона, которые я и буду использовать в майинге HiOS. Для того, чтобы разгонять зилику, используются настройки под эфир, когда эфир еще майнился. Здесь пишем эфир классик. И тут можно будет скопировать настройки разгона. Вот так здесь ищем RTX 3080 в моем случае. У вас может быть, конечно, другая карта. И здесь вот настройки разгона под зилику. Для майнинга необходим кошелек. На сайте ton.org можно прийти в Explore Wallets и здесь подобрать какой-нибудь кошелек. Самый популярный будет TonKipper. Можно будет майнить на него, скачав расширение браузера, как и для MetaMask. Можно будет взять MyToneWallet, тоже подходящий кошелек, можно майнить на него. Вот есть веб-версия. Можно скачать расширение для браузера, чтобы было удобнее. Устанавливаете его. Нажимаете «Дать кошелек». Также здесь будет 24 слова. Нужно будет их записать. И потом можно будет этот кошелек использовать для своих целей. Как раз для майнинга монеты чапа. Появится 24 слова. Нужно будет их записать. И сохранить где-нибудь, где никто их не заметит. Потому что если эти слова спалятся, то это будет полный доступ к вашему кошельку. Вот так будет выглядеть ваш кошелек. Теперь можно будет перейти в «Активы и лента». Здесь добавить токен. В поиске найти чапа. Вот он, чипи коин. Вот можно его добавить. И он будет теперь отображаться здесь. И вы сможете увидеть ваш баланс монет, когда будет выплата. Для увеличения дохода рекомендуется майнить монету Зилика. Для того, чтобы взять кошелек, переходим в сайт zilika.com. И здесь можно будет найти кошелек, который мы будем использовать. Я использую кошелек zilpay. Можно будет его также установить для браузера. Вот хром расширения. И он ставится совершенно по аналогии с MyToneWallet или с MetaMask. Все эти кошельки очень похожи. Устанавливаете, записываете 24 слова, копируете адрес. И все. Для того, чтобы нам прикрутить монету Зилика и увеличить свой доход, нам потребуется К1 пул. Если хотите поддержать канал, можете зарегистрироваться по ссылке в описании. Заранее спасибо. Особенностью майнинга монеты Зилика является то, что эта монета майняется примерно 1% от всего времени. И тем самым вы получаете дополнительный доход. У вас примерно раз в час будет переключаться майнинг с монеты чапа на монету Зилику. Это будет происходить совсем недолго. И потом вы опять возвращаетесь на чапу. Тем самым ваш доход должен будет увеличиться из-за того, что вы будете получать дополнительно монеты Зилика. После регистрации по ссылке переходите на вкладку кошельки. И здесь будет ваш кошелек для майнинга. Этот кошелек универсален для всех монет с К1 пул. В данном случае он будет использоваться для монеты Зилика. Когда вы будете майнить монету Зилика на данный кошелек, у вас будет появляться баланс в личном кабинете. И здесь нужно будет завести монету Зилика. Вот через такую менюшку. Здесь найдете Зилику. И таким образом она будет выглядеть. Здесь вот монета Зилика. Укажете процент комиссии 1%. И здесь укажете адрес кошелька из Зилпэй, на который будут приходить выплаты, когда будет достигнута минимальный порог выплаты. Например, для монеты Зилика минимальный порог выплаты 100 монет. У меня здесь указано 50, потому что раньше было минимум 50. И, видимо, эти данные сохранились таким образом. Вам же нужно будет ввести 100 монет. И тем самым каждый раз, когда вы будете накапливать 100 монет Зилики на данном пуле, все выплаты будут улетать на указанный здесь кошелек. Далее видео буду показывать, как настраивать ЧАПа плюс Зил на Windows, Hive и RayOS. Для настройки майнга монет нам потребуется лол-майнер. В поиске вводим лол-майнер. Вот. Находим гитхаб. Лоли-едиеб называется. Здесь берем последнюю версию. Берем версию для Зила. Вот эту. Копирую. Вот копировать ссылку, нажимая адрес ссылки. Теперь в HiveOS переходим в полетные листы. Создаем полетный лист. Можем выбрать монету грамм, например. Без разницы. У нее же одинаковый алгоритм. Одинаковый. Здесь выбираем. Добавить кошелек. И здесь нужно будет ввести адрес вашего кошелька. MyToneWallet. Который мы ранее создавали. Или там адрес Тонкипера. Вот. Этот адрес копируете. Но не просто вставляете его. А так, как было оговорено. Оговорено было то, что мы вставляем здесь чапа две иточие. Вот. Чапа две иточие. И потом только адрес нашего кошелька. Это важно. Сюда вставляем адрес вот этого кошелька вашего. MyToneWallet. У меня этот кошелек тестовый. Сейчас я ставлю сюда адрес боевого кошелька. И буду майнить на него. И здесь пишите имя чапа, чтобы вы потом не запутались. Вот таким образом по итогу вышло. Нажимаю создать. Выбираем пул. Нажимаем здесь настроить майнер именно. И здесь пишем кастом. Нажимаю настроить. Сюда вставляем адрес, который мы скопировали вот отсюда. Правду к мыши еще раз. Скопировать адрес. Вот именно 186 ZIL. Мы же майним с монеты ZIL. Сюда вставляем. Все отлично. Сюда вставляем вот так вот. Wall. И снизу вставляем адрес пула. Вот наш адрес пула. В дополнительных параметрах конфигурации указываем разгоны. Чтобы не переразогнать, для карты 3080 я использую 1630. Если у вас разные карты, можете через запятую прописать разгон для каждой из них. 810 я прописываю. Потом. Pool у вас будет такой же. Все это оставлю в описании к видео. Здесь измените адрес кошелька. Skyding Pool. Поставите свой. То есть вот здесь вот его в личном кабинете возьмете. Напомню то, что если хотите поддержать канал, можете зарегистрироваться по ссылке в описании. Если вы смотрите видео с этого момента. Потом. Здесь уже указываете настройки разгона для монеты ZIL. И начинается с буквы Z. Соответственно, смещение по ядру 0 для ZIL. Здесь 9250 я использую. Сейчас объясню почему. Потом по ядру 1200, по памяти 2600. Почему такая цифра? Потому что если перейти на WallMiner, здесь перейти на Viki. Здесь взять Algo плюс ZIL. То в таком случае у нас будут рекомендации. А именно. А именно. Для карт 3660 и 3770 рекомендуется использовать фиксацию на 7000. А для карт 3830 и 3090 рекомендуется использовать 9250. Потому что в тот момент, когда мы майним монету чапа, у нас память тут фиксируется. Для того, чтобы ее скинуть, чтобы было нормально хищать на ZIL, здесь мы ставим такое значение. В зависимости от ваших карт. Если говорить о четвертой серии, то до четвертой серии я также ставил здесь 9250. В принципе, все было нормально. Для более младших карт используйте значение 7000. Еще важный момент, который мы не должны пропустить, это то, что у нас тонмод шестой. Это обязательно нужно прописать. Вот таким образом. Теперь точно сохраняемся. Нажимаю применить. Указываю чапа. Плюс ZIL. Если хотите майнить параллельно процессоре, быстренько прикручиваю монету Zephyr. Вот. Все это просто делается. Ну и все. Теперь нажимаю сохранить. Для того, чтобы начать майнить, соответственно, убираем воркера и применяем полетник. Пишет то, что не может поставить лолл-майнер. Предлагаю перезагрузиться на всякий случай. Все отлично. После перезагрузки все заработало. Лолл-майнер поставился. Теперь давайте проверять, отображать все наши хешрейт. Говорят то, что нужно подождать, возможно, даже час. Согласно этой инструкции. Здесь в таком формате вводим чапа. И теперь указываем наш кошелек, который мы с вами и создавали. Вот видите, вот этот вот чапа две точки. И вот сюда пусть знака равно. У нас так и получается. Чапа две точки. И мы видим то, что наш воркер отобразился практически сразу. И у нас уже здесь есть даже небольшой баланс. Все. Начинает копиться. Единственный момент, который мне нравится, то, что здесь рекнейм не прописано. По идее, мы могли его здесь добавить с помощью редактирования. Здесь, через точку, мы могли добавить, например, RTX 3080. Нажимаю обновить. И теперь на пуле, по идее, должен появиться воркер-нейм спустя время. Вот видите, теперь появилось имя воркера. Для настройки на Rayways переходим в кошельки. Нажимаем добавить кошелек. И ставим кошелек по названию чапа. Добавить кошелек. Выбираем монету. Наверное, чапу нельзя будет выбрать на данный момент. Поэтому выберем грамм. Так, 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 так. Выбираем пул. Ice Mining пускай будет. Но здесь нужно будет добавить свой адрес, потому что у нас же он отличается. Он будет другим. Переходим на Ice Mining. Здесь еще раз копируем адрес пула. Ставим галочку вот сюда. Custom. Сюда вставляем наш кошелек. Именно в том формате, в котором делали для HiOS. То есть чапа, две иточие. И имя нашего тонкошелька. Адрес тонкошелька. Это обязательно. Выбираем Miner. Low Miner. Берем последние версии. 1.86 плюс ZIL Beta. Теперь переходим на карандаш. К сюда вставляем настройки разгона для ZILIK. И не забываем поставить Tone Mode 6. Вот таким образом. Настройки оставлю в описании к видео. Здесь нужно будет вам поменять свой кошелек. И имя воркера. Ну и все. Остается применить данный проводный лист к вашему воркеру. И он должен будет заработать. Вот и все. Наш RIG на RewOS отобразился. Видно то, что он подключился к пулу. Все хорошо. Мы все сделали правильно. Для настройки на Windows. Также гуглим Low Miner. Переходим на официальный GitHub. Вот так он называется. Не путайте. Здесь качаем версию. Именно на Вики заходим. Здесь будет написано ALGO плюс ZIL. Здесь вот. LOL ZIL точка ZIP. Вот этот нужен. Распаковываем его. И здесь у нас есть уже готовые батники. Нас интересует именно Gram плюс ZIL, потому что он самый похожий. И в нем мы просто поправим пару параметров для того, чтобы все заработало. Очень важно в нашем батнике дополнительно приписать ToneMod6 в самом конце. Я все оставлю в описании к видео. Вот, ToneMod6. Нажимаю сохранить. Здесь ваш кошелек SkyZenPool. Вот это. Для ZIL. А это ваш кошелек Tone. Да, обычный. Но перед ним чапы две иточие, чтобы пул определил, что мы майним именно чапу. Все. И сюда ставим еще эти. Право админов даем. Чтобы могли примениться разгоны. Все. Запускаем наш батник Gram плюс ZIL, который мы создали. Для того, чтобы обменять наши монеты чапа, есть специальный сайт, называется ston.fi. Здесь можно будет подсоединить свой кошелек и менять нашу чапу, например, на Gram, на тонны или на любую другую валюту, доступную в сети Tone. Здесь нажимаете присоединить кошелек. Потом нажимаете количество монет, которые хотите обменять и сколько вы получите за этот тонн по текущему курсу. Здесь появится кнопка обменять. Ну и все. Потом сможете это дело переводить на биржу и продавать в рубли, если вам это нужно. Вот и все. Таким вот образом и настраивается майнинг на всех трех системах. HiveOS, RailwayOS и Windows. Здесь поставили минимальную выплату 2,5 тысячи монет чапа. Поэтому после их накопления вы сможете проверить баланс на своем кошельке. Только здесь нужно будет еще проверить, чтобы здесь было написано Total Paid. Потому что здесь выплаты не каждую секунду. И нужно будет сначала дождаться выплаты, а уже потом проверять кошелек. На этом у меня все. Обязательно переходите в Telegram канал, закрепленный комментарий и участвуйте в розыгрыше аппаратного кошелька Tangem. Осталось еще достаточно времени, чтобы поучаствовать. Если вдруг не успеете, то все равно присоединяйтесь. Будет очень много других интересных розыгрышей и новостей, и видео про майнинг. Всем спасибо за просмотр.